Библейский портал экзегет.ру представляет Достопочтимые братья и сестры, сегодня мы продолжаем изучение Псалтири, избранной Псалмы, и сегодня мы будем изучать Седьмой Псалом. Седьмой Псалом начинается словами «Плачевная песнь, которую Давид воспел Господу по делу Хуса из племени Вениаминова». Афанасий Великий пишет, «Хусий, первый друг Давидов, послан был Давидом к Весолому противодействовать Ахитофелу. Подававшему советы против Давида. Он, оставив Давида и притворяясь изменником, когда Ахитофел требовал совета у него и у Ахитофелла, и Ахитофел предложил преследовать Давида, сказал, нет, не должно без достаточных сил гнаться за тем, кто сведущ в военном деле. И этим словом спас Давида. Давид, спасенный как бы нечеловеческой помощью, воспевает за это благодарственную песнь Богу, приписав все благодати Его, а никому либо из людей». Итак, «Хусий» – это друг Давида, который как бы перешел в лагерь Ахитофелла притворно. Ахитофел – это мятежный сын царя Давида, который восстал против отца, и он разрушал советы Ахитофелла, который предлагал, как сокрушить Давида, а Хусий все время путал все эти советы Ахитофелла, и таким образом он спасал своего царя Давида. Эта песнь называется «Плачевный». И в этой песне Давид как бы оплакивает всю ту ситуацию, в которой он оказался, когда началась гражданская война, и сын Давида восстал против своего отца, и израильтяне умерщвляли израильтян. Любая гражданская война, любой гражданский конфликт – это дело дьявола. Если одна часть народа воюет с другой частью этого же народа, то в таком конфликте все считаются проигравшими, потому что они воюют не сонародцами, иноверцами, они воюют со своими. Например, когда была гражданская война, то в Белой армии считалось неприлично давать награды. И во время гражданской войны никаких наград, повышений не было в Белой армии. Если в Красной армии они давали награды, там революционные шаровары красные, именное оружие, то в Белой армии считали это неприлично, это позор само по себе, когда один православный восстает на другого православного. И меня немножко поражала та ситуация, когда конфликт начался с Константинополем. некоторые задавались вопросом, а кто побеждает в этой ситуации? Та сторона или наша сторона? Совершенно очевидно, что в таких конфликтах есть только один победитель, это дьявол, потому что у дьявола нет лучшей забавы, как сталкивать братьев друг с другом. И гражданская война – это всегда дело дьявола. И это, наверное, самое страшное, что может произойти, потому что в Писании сказано слова Христа, если царство разделится само в себе, оно не устоит. Поэтому этот седьмой Псалом – это кризисный Псалом, потому что он описывает события, которые происходили в народе Божьем, и в этом конфликте не было настоящих победителей. А Весолом проиграл сын Давида. Давид тоже проиграл, потеряв своего сына. И плачевная песнь начинается словами «Господи Божий мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня». Святитель Василий Великий писал, посему пророк молится о будущей и настоящей жизни. Здесь говорит «Спаси меня от гонящих, а там во время испытаний, избави мя, да никогда похитит яко лев душу мою». И сие можешь узнать от самого Господа, который перед страданием говорил, «Грядет сего мира князь, и во мне ни имать не чесоши». Но он, Христос, не сотворил греха, сказал «ни имать не чесоши». Для человека же довольно, если осмелиться сказать, «грядет сего мира князь, и во мне имать немногое и маловажное. Опасно же, чтобы сие не случилось с нами, когда нет у нас ни избавляющего, ни спасающего». Двум понятиям приданы также два понятия «спаси мя от множества гонящих мя» и «избави мя, да никогда буду похищен несущую избавляющую». Итак, эти слова, «Господи Божий мой, на Тя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избави мя». На самом деле, за каждым нашим гонителем скрывается бес, который натравляет людей против нас. И когда мы сами становимся гонителями других людей, позорим их, позволяем сплетничать на их счет, это значит, бес стоит и за нашими плечами и побуждает нас позорить нашу братью, восставать против них. Собственно говоря, узнать, Божьи мы люди или нет, мы можем именно из отношения к врагам. Вот из отношения к своим невозможно понять, кто человек. Божий человек или отступник. Потому что даже хищные звери – самые заботливые родители. Крокодил очень заботится о своем выводке. Они у него пасутся между зубами, плавают, кусочки пищи едят. Львы – очень заботливые родители, змеи тоже. Поэтому по-настоящему понять Божий человек или не Божий человек мы можем именно из отношения к врагам, к тем людям, которые нам неприятны. Так вот, христиане имеют принципиальное отличие. Мы молимся за обижающих нас, за проклинающих нас, благословляемых и стремимся любить врагов наших. И вот Давид во время этого конфликта с Авесоломом, конечно же, он не терял любви к своему сыну, хотя сын восстал на него и искал, как погубить своего отца. И до последнего момента Давид боролся за Авесолома. И когда он узнал, что Авесолом погиб, то он восклицал, «Авесолом, Авесолом, сын мой!» И далее мы читаем 3-4 стих. «Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего». Вот здесь Давид, конечно же, говорит не о людях, а говорит о дьяволе, который, подобно льву, он терзает нашу душу. В Писании прямо сказано, что дьявол, как рыкающий лев, ходит, ища, кого ему поглотить. «Да не исторгнет он, подобно льву, души моей, терзая, когда нет избавляющего». Избавляющий – это Господь, который один может защитить нас от дьявола, потому что дьявол – это высокоорганизованный ангел, который имеет мощь и силу. И если бы Бог не сдерживал его, то нам было бы совсем тяжело. И далее Давид восклицает четвертый стих «Господи, Боже мой, если я что сделал, если есть неправда в руках моих». О чем это? Итак, выше мы прочитали толкование Василия Великого. Он говорит, что только Христос мог сказать «Грядет сего мира князь, и во мне ни имать, ни чесоши». То есть никакого греха во мне найти не может. Но ни один человек не может так сказать. Настаивает Василий Великий. Человек может сказать, «Грядет сего мира князь, и во мне имать, то есть имеет во мне что-то». Но это что-то, это немногое и маловажное, пишет Василий Великий. Вот так мы можем сказать. Да, у нас, конечно, есть недостатки, но мы надеемся, что они не доминируют в нашей жизни, не преобладают над нами. Но сказать, что в нас ничего такого нет, за что дьявол не может уцепиться, мы, конечно, не можем. Поэтому, когда Давид здесь говорит, что дьявол подобно льву выступает, когда нет избавляющего, а дальше обращается к самому избавляющему, Господи Божий мой, если я что сделал, хотя бы что-то незначительное, если есть неправда в руках моих, хотя бы маловажная неправда, он просит Бога, чтобы тот простил его, и защита была бы для него обеспечена. Святитель Иоанн Златоуст пишет, всегда нужно помнить, что должно не только молиться, но молиться так, чтобы быть услышанным. И далее он поясняет, молитва недостаточно для получения желаемого, если мы не будем высылать ее так, как угодно Богу. И фарисеи молились, но не получили пользы. Иудеи также молились, но Бог отвращался от молений их, потому что они молились не так, как должно молиться. Поэтому нам заповедана молиться такой молитвой, которая могла бы быть вполне услышана. Итак, святитель Иоанн Златоуст обозначил проблему, что бывает молитва, которую Бог не принимает, и Он как бы ее и не хочет слышать. Что это за молитва? Здесь в этих словах Златоуста мы видим скрытую цитату на первую главу книги пророка Исаии, где Господь говорит «И когда вы умножаете моления ваши, простираете руки ваши, я не слышу». И в этой же главе дается объяснение, в каком случае Бог не слышит наших молитв. Беззаконие и празднование, беззаконие и празднование. То есть, когда люди, казалось бы, отмечают религиозные праздники, но это повод для разгула чувств, для винных возлияний, для суеты словесной. Надо приучать себя пребывать больше в тишине, потому что тишина дает нам возможность размыслить. Особенно это важно делать в воскресный день, когда мы были на божественной литургии, когда мы слушали наставления священников, чтение Евангелия за воскресной литургией. И потом мы идем домой. Вот до вечера надо соблюдать какой-то режим осмысления того, что мы услышали в храме, именно в воскресный день. Потому что в воскресный день он задает как бы некую направленность для всей седмицы до следующего воскресения. Итак, Давид понимает, что он человек несовершенный, поэтому его молитва – это молитва сокрушения о своих грехах, молитва раскаяния, и он не теряет надежду на то, что Господь примет такую его молитву. Ведь на самом деле Бог слышит и грешников, когда они не просто молятся и что-то просят для себя, а когда они начинают каяться в своих грехах. Бог приемлет молитвы самых нечестивых, которые из глубины падения взывают к Нему, как и Давид в одном из псалмов писал, Господи, из глубины возглав тебе услышь мя. Далее Давид произносит слова, которые не очень понятны. Если я платил злом тому, кто был со мною в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом. О чем это? Надо сказать прямо, что это очень непонятный текст, потому что так молится ветхозаветный человек, а в Законе Божьем было написано в то время «Око за око» и «Зуб за зуб». Оказывается, Давид спасал даже тех, кто без всякой причины становился его врагом. То есть он не противился злому, он любил врагов. И в этом смысле Давид как бы уже не человек Ветхого Завета, где «Око за око, зуб за зуб». Он в этом смысле действует как христианин, который призывается любить врагов, благословлять проклинающих и молиться за обижающих. Если я платил злом тому, кто был со мной в мире, я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом. То есть Давид в некотором смысле все-таки был мирным человеком по своим вероубеждениям, но будучи царем, он вынужден был, конечно, воевать. Но когда предоставлялась возможность, он оплакивал своих врагов. И когда была возможность, он стремился их избавлять. Что пишет Авадорофей? «Ничему столько не удивляюсь, как тому, что мы сами не понимаем, что поем. Ибо мы поем ежедневно, проклиная себя и не понимая сего. Не должны ли мы понимать того, что поем? Мы всегда говорим, аше воздах, воздающим ми зла, дат паду, убо, от враг моих, тощ». Имеется в виду вот эти слова. «Я, который спасал даже того, кто без причины стал моим врагом, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет в землю жизнь мою и славу мою повергнет во прах, если это не так. И Авадорофей обращает внимание на то, что монахи пели этот псалом, но при этом они не прощали своим недоброжелателям. Авадорофей рассуждает далее, что значит дат паду, пока кто стоит, он имеет силу сопротивляться врагу своему. Наш враг – это не человек, это дьявол. То он поражает, то его поражают, то он одолевает, то его одолевают, но он все еще стоит. Если же ему случится пасть, то как он может, лежа на земле, бороться с врагом своим? А мы молимся о себе, чтобы нам не только пасть от врагов своих, но и до тщи отпадем, что значит от пасти от враг своих тщу. Мы сказали, что пасть, значит, не иметь более силы сопротивляться, тогда человек падает. Но лежать на земле «Я быть тщу хочу» значит не иметь ничего доброго, чтобы и каким-нибудь образом можно было встать. Ибо кто в силах встать, тот может приложить попечение о себе и каким-либо образом снова вступить в бой. Ава Торофей, который был искусный, духовный воин, он рассуждает здесь о том, что иногда мы побеждаем бесов, когда молитвой отгоняем от себя помыслы, иногда мы проигрываем им и во время молитвы помыслы нападают на нас. А иногда дьявол опрокидывает нас, как бы мы падаем на землю в наших грехах, и вот для того, чтобы подняться, человеку надо пережить Божье прощение. А вести борьбу с дьяволом и бесами в нераскаянном состоянии, имея смертные греки, человек не сможет. Поэтому, совершив серьезный грех, человек должен сразу стремиться от него избавиться. Потому что в лежачем положении, как он будет бороться, в таком падшем положении, у него не хватит сил, не борьба в партере, как это, в классической борьбе. Итак, Давид молится о том, что если он не прав, если он не прощал врагов, если он нападал на тех, кто был в мире с ним, то пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть втопчет землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах. То есть, этими словами он как бы проклинает себя. Он говорит, вот если я не поступаю так-то и так-то, то пусть враг и дальше преследует душу мою. То есть, это такая клятва, которая совершенно необходима для Давида, потому что он понимает всю сложность духовной брани. И Давид таким образом научает нас с вами противостоять лукавому в каждом случае, не надеясь на свои силы, но проявляя все-таки усердие с Божьей помощью в деле исполнения его святого закона. А вот Ирофей пишет также, потом говорит «То пусть враг преследует душу мою и настигнет, пусть топчет землю жизнь мою и славу мою повергнет вопрах. Да будем ему покорны, да повинуемся ему во всем и в каждом деле, да одолеет он нас, если мы воздаем злом, делающим нам злое». Вот здесь Ава Дорофей соглашается с точки зрения Давида, пусть враг преследует нас, если мы такие падшие христиане, что мы не способны на зло ответить добро. Если мы на зло отвечаем злом, то пусть мы и будем в таком состоянии. И Ава Дорофей возмущается, что все монахи дружно поют этот псалом, но мало кто его исполняет. И это его очень тревожит. Ему кажется, что это совершенно недопустимо. Далее седьмой стих Давид молится «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал». Сначала он испрашивает Божьей защиты, потом он ставит условия для самого себя, если я вот это делаю, это не делаю, то пусть не будет такое наказание. И только после такого плачевного сокрушения перед Богом он начинает о чем-то его просить. «Восстань, Господи, во гневе Твоем, подвигнись против неистовства врагов моих, пробудись для меня на суд, который Ты заповедал». И мы посмотрим толкование Василия Великого. «Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг твоих». Это тот же текст, но по-славянски. Василий пишет, «Пророк молится уже о совершении тайны воскресения в потреблении греха их или в том вознесении на крест, которое должно было совершиться, когда злоба врагов возвысится до крайнего предела». Или слова «Вознесись, в концах враг твоих» заключают в себе смысл подобный следующему. До какой бы высоты не дошла злоба, разливаемая безмерно и беспредельно, Ты, Господи, по множеству силы Своей можешь, как добрый врач, предварительно оградить пределы, остановить болезнь всюду разливающуюся и проникающую и пресечь ее непрерывное распространение Твоими вразумительными ударами. В понимании святителя Василия Великого греховная страсть – это как некий недуг, а Господь – это опытный врач, который может любой недуг уврачевать. Конечно, действия врача бывают болезненными, поэтому Василий Великий говорит, что могут быть и удары, когда реанимируют человека, у которого остановилось сердце, там, бьют в грудь, могут быть и рассечения, там, надрезы, кровопускания, как тогда было принято, но такие вещи как бы совершенно необходимы. И Василий Великий пишет, почему для исправления его и для вразумления многих он молит Бога не долго терпеть, но восстать гневом, восстав, отомстить за свою заповедь. Он говорит, отмсти не за меня, но за пренебрежение заповеди, которую ты сам дал. Давид любит Божий закон, хотя закон – это вещь серьезная. Представьте себе, какой-нибудь уголовник напишет поэму, в которой прославляется уголовный кодекс. Давид это делает. Он пишет, закон твой, заповеди твои слаще сотомед. Слаще сотомед. Он пишет, что он наслаждается этими заповедями. Почему? Потому что он видит, что в них источник жизни, что исполняя эти заповеди, человек угождает Богу. А так как Давид любит Бога, он стремится всячески ему угождать. А закон помогает ему это делать более осмысленно и более правильно. И далее идет такое серьезное восклицание. Сон людей станет вокруг тебя. Над ними поднимись на высоту. Святитель Иоанн Златоус пишет, сон людей станет вокруг тебя. Другой, то есть другой переводчик, Симах, да обыдет тебя, то есть Симах перевел, не станет вокруг тебя сон людей, а обойдет тебя. Над ним поднимись на высоту, Златоус пишет, другой переводчик, Феодотион говорит, и над тем на высоту обратись, третий переводчик Акила, и на тот на высоту обратиться в еврейском о том, приводится у Златоуста еврейское слово, у Аллеа сон людей станет вокруг тебя, и здесь пишет Златоуст, не представляй ничего человеческого. Действительно, как кто-то может окружить Бога? Поэтому Златоуст пишет, и здесь не представляй ничего человеческого, хотя выражения таковы, но мысли достойны Бога. что же значит вокруг тебя, то есть вокруг Господа? Иначе сказать, будет петь тебе, будет воспевать тебя, будет высылать тебе великую хвалу, так как евреи совершали это хорами, становясь кругом в храме и святилище, и таким образом возносили благодарственные песнопения, то он давит и выражает хвалу образом их стояния, а смысл слов его следующий – отомсти, помоги, это и пред врагами возвысит тебя, и народ твой будет высылать тебе великие хвалы. Смотри, как он имеет в виду не себя, а Бога. Везде он выражает желание, чтобы Бог был прославляем, и врагами, и своими. Над ним поднимись на высоту. Над кем? Над ним сонмом. Для него говорит зайди на высоту, возвысь нас, возвеличь нас, соверши дела высокие, сделай этот сон славным и знаменитым, возврати ему прежнее благосостояние. Поэтому вот эти слова «Сон людей станет вокруг тебя», имеются в виду люди, левиты, священники, которые становятся вокруг храма, потому что окружить Бога невозможно, а вот левиты становились вокруг храма и пели псалмы, пели псалмы, над ними поднимись на высоту, чтобы как бы не послать на них благословение, свое одобрение проявить по отношению к ним, потому что они, несмотря ни на какие трудности, продолжают воспевать Бога своего. Далее мы читаем 9 стих «Господь судит народы». Если Господь судит народы, то Он судит все народы. Поэтому Давид добавляет «Суди меня, Господи, по правде моей и по непорочности моей во мне». Давид уже сказал выше о том, что у него есть недостатки. И он просит здесь, чтобы Господь его судил не по его недостаткам, а по той правде, которая есть в нем, по той непорочности, которая в нем присутствует. И действительно, человек же не все время грешит. Не все 24 часа подряд он грешит. Есть моменты пробуждения духовного, озарения духовного. И Давид очень дорожит такими моментами, и он подсказывает нам, когда нам тяжело, нам надо вспоминать моменты духовного подъема, которые были у нас. Ну, например, какая-то исповедь такая серьезная, и какое облегчение мы тогда ощутили. Может быть, вспомнить первые впечатления детские от крестного хода. И вот такие воспоминания о радостных, духовно значимых моментах, они могут нас утешать. Поэтому он умоляет Бога судить о нем не по преступлениям его, потому что кто устоит, если Господь будет судить, а судить по правде, которую в его сердце посеял сам Господь, и по непорочности, которую в нем тоже поселил сам Господь. Если Давид сначала говорит, Господь судит народы, а потом предлагает судить о нем вот так по-хорошему, значит, Давид желает, чтобы суд над другими людьми был бы тоже снисходительный, исходя не из того злого, что сделали люди, а исходя из того доброго, что они совершали. Да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и утробы праведной Божьей. В противоположность Богу, который действительно судит нас с лучшей стороны, Давид говорит о нечестивых, да прекратится злоба нечестивых. Нечестивы те, которые все время осуждают своих братьев. А вот, например, в афонской традиции принято всегда искать оправдание для человека в тот момент, когда на исповеди человек сам себя разоблачает в своих грехах. А какое же оправдание можно найти для греха? И оказывается, афонские старцы, они, когда выслушивают исповедь, и человек говорит о тяжелых грехах, они находят оправдание для человека в том, что он очень поздно обратился к Богу, что, когда он грешил в молодости, он многого не знал, он вообще не был знаком с христианской моралью, нравственностью, и если недавно он с этим познакомился, то сразу он увидел свою греховность. А если бы с детства его воспитывали соответствующим образом, то многие из тех ошибок, которые он сделал, он бы их не сделал. То есть мы всегда должны стремиться искать оправдание для других людей, не обвинять их со злобой нечестивых. Поэтому Давид молится, да прекратится злоба нечестивых, а праведника подкрепи, ибо ты, Господь, испытуешь сердца и утробы праведной Божьей. Итак, Давид просит Бога, а праведника подкрепи. А разве есть праведники? Пророк Исаия пишет, что ваша праведность как запачканная одежда. Есть праведники от веры. Когда люди обретают в себе вероубеждение, то им помогает творить дела праведности. Конечно, делами праведности мы не можем перекрыть свои прежние греховные дела. Здесь только святыми таинствами церкви мы избавляемся от греховного прошлого. Праведник – это тот, кто исполнил весь закон. Но весь закон исполнил только Иисус Христос. Как бы возникает противоречие, о каких же праведниках говорит Давид. Блаженный Августин пишет, весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. То есть христианин, он стремится исполнять закон, здесь у него получается, здесь получается, а вот тут не получается. И вот где не получается, он исповедуется, грехи прощены, и это прощение вменяется ему в заслугу. Он становится праведником от веры. Поэтому Августин так и сказал, весь закон исполнен тогда, когда все грехи прощены. А если исполнен закон, то человек праведник. То есть через прощение мы обретаем состояние праведности. Но это праведность Христова, это благоухание Христовой праведности, потому что он и исполнил весь закон вместо нас и за нас. И он молит Бога, чтобы прекратилась злоба нечестивых, которые все время обвиняют других людей и друг друга. А Бог, он испытывает сердца и утробы. И здесь Давид говорит праведный Божий, подчеркивая, что в таком подлинном смысле только Бог является праведным. А человеческая праведность, она пассивная праведность, человек не может сделать свою праведность совершенной, поэтому он всегда нуждается и в покаянии. И далее мы читаем «Щит мой в Боге спасающим правых сердцем». Итак, Давид видит свою защиту, свой щит в Боге, который спасает правых сердцем. Что значит правый сердце? Имеется в виду, что намерения всегда были добрые у Давида в сердце его. Но иногда получалось такое стечение обстоятельств, что он, стремясь к благу, творил зло. И он сожалеет об этом. И он просит Бога, который испытует сердца и утробы, оценивать все его поступки по тем намерениям, которые у него были. А намерения были благие. Правда, не всегда получалось все сделать правильно. Бог наш щит, какие полные надежды слова, он есть тот, который нас защищает. Сейчас, конечно, люди не пользуются щитами. Если переводить на современный язык, наверное, можно было бы перевести так – бронежилет мой в Боге. но бронежилет не закрывает как бы все тело человека, лицо остается открытым, там ноги, руки открыты, а вот Бог, когда нас защищает, Он защищает не только наше тело, но и наш дух, и нашу душу, то есть всецело защищает нас. Поэтому, когда Господь наш щит, мы чувствуем себя в безопасности. И, собственно говоря, на протяжении жизни мы сталкивались с такими ситуациями, когда прямая Божья защита касалась нас, и мы выживали в каких-то очень тяжелых условиях. Я думаю, каждый в своей жизни может что-то такое вспомнить. Я вот, например, помню два момента из моего детства. Однажды я пошел купаться на речку и опустил голову и не могу ее вынуть. Там все закрутилось вот так вот, какой-то водоворот. И прям не могу вырвать, и там какой-то мужчина проходил мимо, раз, меня так подмышку и вытащил. Значит, Господь послал его. А другой случай вообще был необъяснимый. Рядом с моим домом в Арихово-Зуево строился кинотеатр с таким названием Родина. я любил лазить по подвалам этой стройплощадки. Я был тогда первоклассником. Я залез в подвал, а там, чтобы выровнять пол, залили бетоном. А в подвале так мрачно было, я увидел этот бетон, я подумал, что он твердый, застывший, потому что такого бетона было много везде. Я наступил, с головой провалился. И я не знаю, как, вот кто-то за волосы взял, так раз, и я на песке валяюсь. Я пошел домой, думаю, нет, я до дома не пойду в таком состоянии, весь в бетоне. Я думаю, лягу на солнце, бетон высохнет, я его стряхну, и тогда пойду домой. И никто ничего не заметит. И вот я лег на солнце и загораю. Идет моя сестра Лиля, Лидия, она говорит, Олег, что ты делаешь, где-то так испачкался. Я говорю, я провалился в бетон, но как-то вылез оттуда, не знаю, как. Вот сейчас он высохнет, мы его стряхнем, и пойду домой. Она потрогала брюки. Олег, у тебя же брюки застыли, надо домой идти. И я стою, а уже тяжело идти так, и домой пришел, там ножницами все срезали, всю форму, волосы начали срезать, там тоже все засохло. я думаю, в жизни каждого человека были такие моменты, как бы они необъяснимы. Это именно вмешательство Бога, особенно люди, которые были на войне, в горячих точках, вот они много-много таких случаев рассказывают. И это реально, потому что Бог промышляет о всем творении, о каждом человеке, особенно надетях, щит мой в Боге, спасающем правых сердцем, не жизнью, а сердцем, то есть намерениями. Бог судья праведный и Бог всякий день строго взыскивающий. С одной стороны, Господь наш щит, с другой стороны, Он и наш обвинитель, который каждый день строго взыскивает с нас. Всякий день строго взыскивающий. Григорий Великий пишет, ибо, намереваясь сказать долготерпелив, он наперед назвал его праведным, для того, чтобы ты знал, что тот Господь, кого ты видишь долготерпящим грехи, беззаконующих, будет некогда судить и праведного. Кстати, вот эти слова, что Бог всякий день строго взыскивающий, они не относятся к грешным, они относятся к праведным, к верующим. Вот с нас Господь спрашивает каждый день. Нас Господь судит на земле. Нас Господь наказывает на земле. И в Библии сказано начаться суду с Дома Божьего. Почему Господь так делает с нами? Чтобы в будущей жизни нам не отвечать. Чтобы мы по полной программе получили в этой жизни. А нечестивым Бог дает благо. Они грешат и такие веселые, на машинах ездят. Это милосердие Божие, потому что Господь знает, что они в ад попадут. Пусть хотя в этой жизни порадуются немножко. А потом, увы, вечное наказание. Поэтому, когда мы читаем, что всякий день строго взыскивающий, имеется в виду со своих. И мы видим в Библии, как строго Бог спрашивает со своих, с таких, как Моисей, Авраам, Давид. Помните, как Давид ребенка потерял? не только Авесолома, а там ребенок родился, умер. То есть, за каждый грех мы отвечаем. И верующий всегда знает, за что он получает. Верующий всегда знает, за что он получает. И получает быстро тот час. Что-нибудь сделал, не так, уже ждешь. О, сейчас начнется. Сейчас или там с ногами что-то произойдет, или, значит, какая-нибудь простуда тяжелая, или там опять начнут соседи чудить. Бог действует как щит, но он действует и как тот, который, как любящий отец, наказывает для вразумления нас. Наказание Божие – это не мщение, это педагогическая мера воздействия на нас, чтобы нас как-то образумить. Поэтому вот эта строгость, всякий день строго взыскивающий – это проявление милости. Как сказано, кого Бог любит, того и наказует. Читаем далее. Если кто не обращается, то есть не обращается после этих вразумлений, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его. надо сказать, что Господь сначала всегда пытается вразумить нас. Но если мы не вразумляемся, это как бы наш выбор, это как бы абсолютно наше собственное решение, поэтому все, что будет потом происходить, пенять мы можем только на себе. если кто не обращается, он изощряет свой меч, напрягает лук свой и направляет его, приготовляет для него, для такого человека, сосуды смерти, стрелы свои делает палящими. Вот нечестивый зачал неправду, был чреват, то есть беремен злобою и родил себе ложь. Здесь как бы показано происхождение греха. Сначала человек зачинает некую неправду, беремен чреват злобою рождает ложь на ближнего. Рыл ров и выкопал его и упал в яму, которую приготовил. То есть все то зло, которое мы делаем против других людей, оно каким-то чудесным образом обращается против нас самих. И есть такое древнее предание, один еврейский законоучитель шел по берегу Иордана и он увидел плывет череп и посмотрев на него он сказал «Ты утопил, зато тебя утопили, но утопившие тебя тоже будут потуплены». То есть зло всегда возвращается к человеку, который его делает именно в том виде, какое зло он умышлял против других. Вот, например, Борис Годунов, вот недавно многие смотрели, сериал, как нам узнать, участвовал он в убийстве царевича Дмитрия или нет. До сих пор ученые спорят. А для верующих очевидно, что он участвовал, потому что как только Борис умер, всех его детей убили. То есть Бог попустил погибнуть всем его детям, потому что он погубил сына царя Ивана Грозного, юного цесаревича Дмитрия. То есть по наказанию человека можно понять, что он совершил. Иными словами. Рыл ров и выкопал его и упал в яму, которую приготовил. То есть человек что-то злоумышляет против другого и неважно попадет другой в эту западню или нет, человек будет наказан таким же образом. Злоба его обратится на его голову и злодейство его упадет на его темя. Темя – это самая видная часть каждого из нас. И когда Бог начинает нас наказывать, всем становится очевидно, за что, почему это происходит. «Славлю Господа!» восклицает Давид. Давид был наказуем в каждом случае, когда он делал что-то неправильно, причем сразу наказание шло. Причем, что интересно, вот когда Давид совершил грех прелюбодеяния и погубил мужа Версавий, наказание пришло сразу, а перед наказанием пришло прощение, но прощение не отменило наказание. Пророк ему сказал, Бог тебя простил. Давид молился по милу имя Божия, повелиться милости твоей, его покаянные псалом, но прощение Давиду, а наказание умирает сын, рожденный от Версави, еще младенцем. Он заболел и умер. И всегда, когда верующий человек что-то делает не так, неизбежно приходит наказание. Прощение для вечной жизни, наказание для исправления в этой жизни временной. То есть это педагогическая мера. Славлю Господа, воскресает Давид, по правде его. То есть он признает, что все наказания Божьи справедливы. Славлю Господа по правде его и пою имени Господа Всевышнего. То есть он присоединяется к сонму тех, которые окружали храм левиты и пели псалмы Богу. Мы тоже поем псалмы, но как сказал Авва Дорофей, иногда мы что-то поем, но мы не живем по тем текстам, которые мы поем. А мы проводим эти беседы по псалтире, чтобы научиться не только молиться по псалтире и петь псалмы по псалтире, но и жить так, как нас научают эти Бога вдохновенные псалмы. Спаси Господь! петь поток поглядь! Потерпи